Коммунальные баталии развернулись в Елге. Компания «Домострой» еще в 2013-м построила там десятиэтажку. Квартиры продавали по системе долевого строительства, квадратные метры раскупили еще на стадии фундамента. Потом люди заселились и сразу расстроились. Дома оказалось холодно и шумно. Жильцы говорят, кирпичи уложены не по технологии, не по фэншую, на крыше установили и свою котельную. Хотя изначально проект предполагал наличие центрального отопления. Суд уже встал на сторону жильцов и обязал застройщика устранить недочеты до 1 января 2019 года. Но для руководства «Домострой» решение Эфемиды похоже пустой звук. На вопросы простых людей представители этой организации отвечать не хотят уже несколько лет. Хорошо, что нашлись слова для наших журналистов. Это история о том, что не всегда музыку заказывает тот, кто платит. Репортаж Дина Мустаевой. Хозяйка данной квартиры находится в данный момент в больнице из-за того, что очень сильно нервничает в этой сложившей ситуации. То есть за свои кровные средства прообрела двухкомнатную квартиру, которая свыше 2 миллионов рублей. Но при этом она не может здесь жить по причине повышенного шума котельной, которая находится прямо над этой квартирой и холодных стен. Потратить больше 2 миллионов рублей и оставить квартиру до лучших времен – так себе ситуация. Наступят времена лучшие, когда застройщик исполнит решение суда и сделает дом 3А на улице Октябрьской в Елге пригодным для проживания. Изначально проект предполагал подключение многоэтажки к центральному отоплению, а потом – неожиданно – на крыше появилась котельная. У директора домостроя центральное отопление для них дороже, чем котельная крышная. Соответственно, для удешевления проекта и сокращения своих издержек без уведомления дольщиков было принято решение о строительстве крышной котельной. При этом коммуникации по центральному отоплению были уже в доме проложены. Люди говорят, ощущение, будто при строительстве их многоэтажки домострой обкатывал бюджетные варианты, мол, на чем можно сэкономить. Вот и получилось то, что получилось. В котельную установили оборудование, не обеспечив должную шумоизоляцию, хотя попытались сделать видимость бурной деятельности, когда узнали, что приедут журналисты программы в центре внимания. После того, как домострой стало известно о том, что приедут корреспонденты 10-го канала, они начали действовать. Соответственно, сегодня они пришли и установили вместо вот этих вот резиночек, они поставили простую резину. И тем не менее, обратите внимание, то есть вот этот вот насос, довольно мощный, который идет вибрация, вся она уходит вот на эту плиту и к нам в стены. При этом обратите внимание на продуманность этого решения. То есть они пришли, поддомкратили, поставили, не изменяя уровень вот этой опоры. Соответственно, вибрая вставка изогнулась. Насколько это опасно? Ну кто же пойдет проверять? У нас ведь в стране все просто, пока петух не клюнет. Почему люди не заметили этого всего раньше? Отвечаем, заметили и попросили руководство домостроя избавить их от шума. Директор обещал, все будет. Вот и письмо. Гарантийное есть. А покоя нет. И это только малая часть проблем. При заселении вскрылись и другие. Мы не могли здесь зайти вовремя вместе со всеми, потому что по стенам текла вода, прям как вот в общественной бане. Нам и пушкой сушили, и так, и по-всякому. Но в итоге приехали руководство домостроя, сказали, надо разобрать стену, посмотреть, что там. Когда сняли верхний ряд кирпича, оказалось, что там внутри пола все. Ничем не заполнено. После привезли почти машину утеплителя типа пенопласта, заполнили, по новой все замуровали. Естественно, подпорки ставили, чтобы плита не рухнула с четвертого этажа. Потом начали жалобы жильцов с разных этажей. Холодно. Лидия Александровна купила однокомнатную в этом доме почти за два миллиона. Знать бы, говорит заранее, что строили по принципу, и так сойдет. Стена, невозможно спать, ледяная стена. И мне главное передвинуть этот диван, даже не знаю, как мне делать. Там у меня все эти, все шнуры под той, даже не знаю, куда. Мне, короче, невозможно. Там шкаф-купе, он у меня не передвигающийся. И, в общем, так я сделала себе, что только в этом углу мне приходится спать. Я желаю его строительной организации, нашему домострою, господину Федорцову, чтобы он впредь следил за своими рабочими. Как-то у него же есть подчиненные. Это не должно быть так. Как должно быть, постановил суд. Туда дорогу господин Федорцов лично указал жильцам. Они люди не гордые. Наняли адвоката и пошли. В общей сложности было более 20 судебных заседаний. В том числе было два судебных заседания у Владимирова, апелляционная инстанция. Было проведено две судебных экспертизы, по результатам которым все-таки было признано, что недостатки в данном доме есть. И, соответственно, домострой обязали устранить данные недостатки. Срок до 7 января 2019 сделано, конечно, ничего не было. Более того, руководство домостроя тоже обратилось в суд с просьбой решения отсрочить. Слаясь на то, что не успеем мы все и сразу стену утеплить и котельную привести в порядок. Мы хотели у директора спросить. Не стыдно. Но в первый наш визит он оказался в отпуске, а во второй приезд на больничном. На неудобные вопросы за Федорцова отвечал юрист. Федорцов. Совпадение? Ну вот сейчас, допустим, выполнена установка виброполощающих вставок на циркуляционный насос системы отопления. Вы помните эпизод с резинками и автомобильным домкратом? Так вот, это не куски толстой резины, а вибропоглощающие площадки. Идем дальше. У нас есть по этому поводу экспертное исследование. То есть, где эксперт установил, какое нужно время для того, чтобы окончить эти работы. То есть, эти работы могут быть окончены в срок, ну, не менее пяти месяцев нужен срок. То есть, получается, когда людям ждать реального решения проблемы? Ну, я вот вам говорю, мы уже начали исполнять, уже начали выполнять решение этой проблемы. Я думаю, людям ждать, наверное, к следующему отопительному сезону. Жильцы уверены, сроки затягивают специально. Но у нас есть обещание со ссылкой на результаты некой экспертизы. Будем ждать и внимательно следить за этой историей. Потому что люди заплатили деньги и немалые, чтобы жить, а вынуждены биться за комфорт. Словно выпросили у домостроя квартиры. Нехорошо это. Вы согласны, товарищ Федорцов? Дина Мустаева, Светлана Лашина и Артем Руденко. Программа «В центре внимания». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова